На Алтай последние пару лет с удовольствием едут туристы из Центральной России. Этот Новый год не исключение. Белокуриха – главное место притяжения. Здесь и красиво, и лечат хорошо. Говорят, пользуются спросом и район Аи, как и Бирюзовая Катунь. Покупают путевки и жители края. Раскуплено почти все. Хотя цены выросли, правда, в пределах инфляции, утверждают туроператоры. 5 тысяч на человека – средняя цена размещения. В допандемийное время для сравнения было 3,5. Люди едут туда, где можно получить отдых разнообразный. На классические популярные объекты, которые сочетают, например, и возможность горных лыж, возможность отдохнуть, расслабиться, совершить какие-то СПА-процедуры, совершить какие-то активности алтайские, типа катания на хаски, также пользуются устойчивым спросом. Новый год у моря тоже всегда был популярен. Из-за пандемии, правда, морских направлений поубавилось. Если говорить по ценовому сегменту, то наиболее выгодным явился Египет для наших туристов. Также система все включено. Красное море, ну, там немного прохладнее, чем, например, те же самые Мальдивы, та же самая Доминикана. Здесь ценовой диапазон, конечно, чуть более высокий. А именно, если Египет с заездом 1 января обойдется на 11 дней чуть более 90 тысяч на двоих, то Доминикана уже в 240. К слову, там и тесты никакие не требуют. Едет народ также в Эмираты и тайскую песочницу на Пхукете. Ну, а в целом, туристическая отрасль в этом году немного окрепла по сравнению с предыдущим. Очень ждут туроператоры и возобновление регулярных сообщений во многие любимые Вьетнам. Скорее всего, это будет доступно уже на весенние праздники. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.